всем привет меня зовут алексей я преподаватель фотографии санкт-петербургской школы телевидения сегодня я хочу вам рассказать о возможностях фокусировки вашего фотоаппарата как вы знаете фотоаппарате можно установить автоматическую фокусировку и ручную естественно для каждых случаев нужно применять один из режимов давайте теперь поговорим о том в каком случае нужно применять автоматический режим когда мы переключаем режим объектива в автоматический режим у нас происходит автоматическая фокусировка она подходит для большинства случаев которые мы используем в фотографии но бывают такие моменты когда автоматическая фокусировка не всегда помогает нам сделать то что мы хотим например вы пришли в зоопарк перед вами клетка за которой волк или слон и вы хотите его сфотографировать что получается когда вы фокусируетесь на животное скорее всего с большой вероятностью произойдет так что фотоаппарат сфокусируется на ближнем контрастном объекте то есть на клетке животного а не на самом звере в такой ситуации вам необходимо переставить рычажок ручной фокусировки на объективе и тогда вы сможете сфокусироваться непосредственно на животном перейдя тем самым забор есть масса других ситуаций в которых ручная фокусировка поможет вам сделать правильный и хороший кадр например в условиях студийной съемки вы тоже можете использовать помимо автоматической фокусировки и ручной режим это бывает необходимо в различных творческих задачах которые могут перед вами стоять ну например вы захотите сделать акцент на фоне или что-то что находится дальше объекта съемки суть в том что вам можно ручной фокусировкой выделить тот объект на котором вы хотите акцентировать свое внимание вы когда-нибудь задумывались на такой ситуации когда вы делаете кадр и и хотите сфокусироваться на определенный объект съемки фотоаппарат настраивается совершенно в другое место либо ближе либо дальше происходит какой-то кадр который вы и не планировали снимать это все происходит потому что вы снимаете скорее всего с автоматическим выбором точек фокусировки для того чтобы максимально влиять на результат который вы хотите получить мы рекомендуем вам установить с точкой фокусировки в ручной режим вы также можете установить определенное количество точек фокусировки которые будут активны в данный конкретный момент как правило фотографы выбирают центральную точку фокусировки это удобно потому что есть возможность контролировать скорость фокусировки и фокусироваться на нужном нам объекте на самом деле есть масса возможностей использования как автоматической так и ручной фокусировки и естественно довольно сложно рассказать это на пальцах поэтому мы предлагаем вам прийти к нам в школу телевидения на курсы фотографии и уже на практических занятиях разобраться в таких сложных терминах как следящий автофокус фокус лог и другие параметры не менее важный но очень интересным для изучения спасибо